Так что вот главная задача понимания Сталина в послевоенный период, это было не только восстановление того, что порушил супостат немец, но и самое главное развитие, развитие многопрофильное, многовекторальное. То есть надо было наращивать нашу промышленную аграрную базу с тем, чтобы на определенном историческом этапе мы могли уже на собственной базе в полном объеме удовлетворять самые элементарные насущные потребности нашего человека. И вот тогда можно было бы смело сказать, что мы живем в коммунистическом завтра. В этой же работе он, кстати, поставил вопрос о существенном сокращении рабочего дня и количества рабочих дней в неделю и сокращении количества часов рабочего дня до пяти часов. Он говорил, что значительную часть времени человек должен заниматься самообразованием. То есть делать из себя человека, перестраивать свою психологию, делать из себя творца. Вот это самая главная задача, которую большевики, кстати, ставили и которую так они не смогли решить. Не потому, что не хотели, а потому, что потом к власти пришли люди, которые не понимали вот этой главной, ключевой задачи коммунистического строительства. Потому, что если бы мы смогли бы за эти десятилетия воспитать человека новой формации, подлинного советского человека, то там бы не осталось места ни злости, ни коррупции, ни всяким прочим нехорошим качествам и так далее. То есть в подлинном смысле человек человеку был бы друг, товарищ и брат. И вот этот творческий потенциал высвобожденного труда человеческого разума, который постоянно самосовершенствуется, он дал бы в итоге невиданные прорывы человеческого разума. А значит и подлинного развития человеческой цивилизации и ее восхождения к самым высоким образцам человеческого бытия. Я, может быть, какие-то вот, ну, рисую идеальные картины, но над этим думали, над этим... А у нас потом все свели к хрусталю в стенке, понимаете? Я помню, когда я пацаном рос, то эти наши матери, они соревновались, у кого больше в хрусталях стенки будет, понимаешь? Или сколько ты ковров купил на стенку? Ну, такая, такая уже, знаете, ну, такая мелкая потребляться-то такое. Вот у меня сейчас нет ни одного ковра на стенке, и я задаю себе вопрос, а нахер он вообще нужен? Понимаете? А тогда все с ума сходили. Считали, что вот наличие ковра, а еще не одного, а двух, трех и так далее, это вот признак благосостояния, благополучия. Вот, а если у тебя вся стенка хрусталем забита, так это вообще-то считай, что ты бога за бороду схватил. Вот, вот свели все существо человеческого бытия вот к этому, к этой вот пошлятине, условно говоря. Ну, и в результате пришел такой персонаж, как Михаил Сергеевич Горбачев, у которого жена, вместо того, чтобы ходить на могилу Карла Маркса, бегала по, значит, лондонским бутикам и искала себе там шмотки и украшения. Жена этого, лидера коммунистической партии, ну, это просто зашквар, что называется. Понимаешь? Философ причем, причем философ она была. Вот.